На, дни! Ты видишь, где она работает? Несколько залпов из града, кто и откуда стреляет, непонятно. Дым рассеивается в нескольких стах метрах от границы с Украиной. Обитатели палаточного лагеря УКПП Гуква стревожены. За машину, стрельба! Стрельба у пограничного пункта слышна постоянно. Тем удивительнее было пограничникам увидеть белый флаг. Сотрудники пункта пропуска на линии государственной границы выяснили, что украинская сторона обращается к российским пограничникам для оказания помощи раненым военнослужащим украинской армии. На место приехали несколько бригад скорой помощи. Врачи принимают решение срочно госпитализировать раненых. Всего в городскую больницу города Гуква поступили 16 человек. Четверть из них в тяжелом состоянии. Они сейчас в реанимации, остальные 12 в палатах. О своей дальнейшей судьбе они стараются не говорить. Признаются, главное, что остались живы. Это солдаты 72-й гвардейской бригады. Рассказывают, воевать не хотели, но пришла повестка. Вместо запланированных 10 дней в окопах провели месяц. Ели сухпайки, два раза сами варили картошку. Попали в окружение. Мы ждали, что нас будут эвакуировать. Было много тяжелых, эвакуации не было. И вот как-то вышли на русских пограничников. И благодаря этому нас привезли сюда и здесь приняли в этой больнице. Иван юрист из Киева. Его служивец из Одессы. Дома жена и дети. Признаются, стрелять ни в кого не хотел. Все, главное желание поскорее попасть домой. Ему повезло. Осколок прошел по касательной. Мечта? Мечта есть, конечно. Мечта есть, чтобы это все наладилось. Что происходит в данный момент в стране у нас непонятно. Не понимает происходящего и 21-летний Иван. Код назад ослужил срочную службу. И вот снова призвали. Что происходит там? Мы не понимаем. Что нас призвали. Отправили защищать границу Украины. Больница в Гуково совсем небольшая. Чтобы оказать помощь такому количеству раненых, врачи работают в ночную смену. Разные степени тяжести. Те, которые в отделении 12, это легкие, средняя степени. Которые тяжелые в реанимации. И сейчас больного оперируют очень тяжело. Миновзрывные, осколочные ранения. Что делать дальше после окончания лечения украинские военные решат сами. Российские пограничники препятствовать их возвращению на родину не станут. Евгений Давыдов, Дмитрий Страдубский, Роман Мальцев. Телеканал «Звезда» Ростовская область.